И сегодня свое утро я решил начать с того, что заеду в Starbucks. Видите, какая очередь выдачи с той стороны здания. Но я свой кофе уже получил, потому что я не ленивая задница. Я пошел внутрь здания и уже через 3-4 минуты мне выдали мою порцию. То есть там всего проехало 3 машины. Я когда приехал, там был вот этот Кадиллак, он стоял вот в конце очереди. Я уже кофе получил, а он еще стоит и ждет. А теперь едем спокойно к клиенту. Наконец-то пришла запчасть к тому фоситу, смесителю, который, помните, протекал у моего ценного клиента. И я ее еду менять. А по пути допью как раз свой кофе. Еще бы было круто, конечно, успеть на работу, потому что, походу, на этом светофоре я немножечко задержусь, потому что мне ехать прямо-прямо-прямо. Прямо-прямо-прямо, вот сказал. Ну что, сразу в бой. Вот наш, наверное, наш проволок, который нам нужен. Сейчас мы проверим. И если это, то мы заменим. Если нет, то придется мне, походу, еще один раз ехать сюда. Я думаю, что у нее должно быть стандарт. В общем, одна из причин, почему она плавалась, потому что она везде упиралась. То здесь упиралась. Вон, видите, такой подтек, типа, то здесь. Ну, надеюсь, что мы опыты делать. Потому что там немножко другая тема. Другой фиксатор, но, кто знает, сейчас увидим. Ну что, как говорится, пожелайте мне удачи. Ну-ка, щелк. Хм. Под ушел. А теперь сюда залезешь ли ты вообще? Так, ладно, сюда он точно залезет. Встанет. Так, как тебя перекрутить, чтобы ты тут защелкнулся? Ох, вроде так. Вот такой не поддается. Или он уже встал? А, он уже встал. Ха, интересно, как-то он так болтается. Тут нет, значит, не дошел. В общем, как я и думал, нифига не получилось. Пришлось разобрать центральную часть, чтобы вот это вот перекрутить сюда. Сейчас зажму центральную часть. Потом сюда попробую одеть. Ну, короче, что-то сейчас получится. Ну, а теперь настал момент, когда все установлено, все работает. И этот момент называется good news, bad news. Я всегда клиентам, иногда так получается, что клиентам приходится говорить, что хорошая новость, что все работает. Ничего не течет. А плохая новость. Предыдущие установщики сорвали болт, и он, в общем, не нужно. Тут много зубчиков внутри. Вот это снимается и регулируется. Так как мне ее пришлось повернуть, надо теперь видеть, как неровно. Прикол в том, что я проверил все-все-все ручки. Ну, я же проверялся. Они везде сорвали. Просто везде сорвали эти гребаные болтики. И мне очень много поделать, к сожалению. Новые шланги не стали как столет, потому что там фиксаторы другие. Поэтому, я думаю, что будут люди пользуются так. Тем более, что по ходу. Такой ремонт уже у них был. Так, с одним разобрались. Сейчас едем в Home Depot. Кстати, смотрите, прикол. А на доме Трита первая десяточка 9999 миль. Прошел автомобиль. Прошло чуть больше, чем полгода, как я его купил, если я не ошибаюсь, 17 ноября он в моем владении. И вот сейчас только первые 10000. Хотя, я считаю, что это достаточно большой пробег. Сейчас нужно будет заменить еще один лайт. Конвертировать в LED, что я очень люблю. И в одном из других лайтов надо просто поменять лампочки. Просто поменять. Сейчас быстренькая поездка в Home Depot. И назад на заказе. Кстати, кто подписан на Instagram, увидел, что это будет 10 тысяч первыми. Так, лампочки, лампочки. Где же вы? Где? Вот вы где. 5000 стандартный цвет. Все его любят. Проверяем, что она не надо не открывалась. Потому что там приезжаешь, а там ничего нет. Нет открывалась, значит ее не берем. Берем что-нибудь по-новее. То, что выглядит вот это вот. О, это да. Снежинка несколько. Так, ну тут просто лампочки заменили. Осталось в гараже. Ну а тут мой любимый, дорогой. Помните, я мучился вон там, думал розетка. Единственная GSI в гараже. А за этим вот чудесным ящичком стоит вторая, прячется. Ну теперь это был урок мой на всю жизнь. Это мне помогло в предыдущем, в вчерашнем заказе. Ладно, начинаем менять балласт. Вернее, просто избавляться от него. Самое главное, каждый раз когда снимаешь, переживаешь, чтобы только лишь бы не сломать этот пластик. Он такой хрупкий. Если бы только знали. Фух. Все нормально. Все хорошо. Все на месте. Так. Самое главное, что вообще никто ничего не открыл или не закрыл. А вот это прикол. Смотрите, знаете, что там? Это трансформатор для дверного замка. Обычно они находятся на чердаке. Вот давай еще сюда. Вот тут вот. И где-нибудь неподалеку будет этот трансформатор. А здесь как-то все как-то интересно и непонятно по этому дому. Это вот Main Line. То есть здесь, походу, у них был лик. И мы чинили. Потому что я вижу, вон там, видите, трубочки лежат. Интересно, какие трубочки. И обычно там должно быть крышечки. Тоже нет. Какой-то интересный, загадочный дом. Ладно, давайте продолжаем работать. У меня, к сожалению, будет не очень красивая установка. Потому что пришлось менять цоколи. И неважно, с какой бы стороны я их не ставил. Длины проводов не хватит, которые идут. Поэтому будем удлинять. И будет вместо одного соединение два. Одно. До сюда. Сложите. Может быть, я неправильно посчитал. Чик. А я сейчас, может, даже мудрюсь и в одно соединение сделать. Так, ну что, будем считать, что мне фартануло. Посмотрим сейчас, как станет крышка. Но вроде как все должно сойтись нормально. И все подключится. Бласт я вставляю. Чтобы его не утилизировать. Чего ли, что он погоду здесь не играет. Ну что, вставляем лампочки и крышки. И перед тем, как надевать финальное. Все, что нужно. Просто включить свет и надеяться, что все заработает. Не то. То. Работает. Будем считать, что это было самое тяжелое в этом заказе. Надо крышку не сломать. Вот. Эти лампочки чуть больше, по-моему. Все. Будет работать. Итак, заказ подошел к концу. За все проделанное заработал 200 долларов. Можно было бы как бы и больше, но 200 достаточно, я думаю. Сейчас у меня следующий клиент. Я ему написал. Надеюсь, что в течение минут 10-15 он мне подтвердит. Вот. Что там делать? Вообще не представляю. Но увидим. Так. Ну что. Походу, Вова сегодня будет работать почти весь день электриком. Нужно заменить две люстры. Но в этот раз мне не лампочки. Мне это надо попросили полностью снять эту. И заменять на более простую, круглую. Я, конечно, не посоветовал выбирать все-таки. Поставлю в эти длины. Не. Не захотели. Ну, не захотели. Значит, не захотели. А может, у меня к лучшему, что не захотели ставить. Так замена будет попроще. Два шурупчика вкручил. Проводки подключил. И все. В бой. К следующей. Вторая будет точно такая же. Ну, может, чуть другая. Все. Проводки подключили. Сейчас все запрячем. Запрячем, я говорил. Найдем отверстие наше. Вот и. Это и. Так. 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 Не подумал. Пот в глаза пошел. Ух. У людей горячо. Но. Они, похоже, так любят, да? Так. Ну, что. Проверяем свет. Я на всякий случай надел крышку. Та-дам. Ну, чуть-чуть меньше свет на самом деле. Я бы, конечно, лучше бы оставил длинные лампочки. Был бы намного ярче. Ну, захотели так захотели. Все. 120 долларов заработать. Так. Вообще, мне нужно было заменить два светильника. Потому что, говорит. Я не хочу, чтобы у меня были флуоресцентные лампы. Или как бы вы их там не называли. Здесь они флуоресцентные. Fluorescent по-английски. И когда я пришел менять вторую, я говорю. А что ты ее меняешь? Ну, тоже, типа, флуоресцентная. Не, нифига. Она уже LED. Уже кто-то ее менял до меня. Поэтому. Я говорю. Давай не будем тратить твои деньги и мое время. И просто оставим, как все есть. Он был рад, что я ему так честно все рассказал. И говорит. Ну, ладно. Нет, так нет. Давай. Сколько я тебе должен? И за замену светильника я взял 120 долларов. И отправляюсь на следующий заказ. Хотя у меня сейчас беда. Мне нужно было розетку провести. И я не могу. На уже третий или четвертый магазин я заезжаю. И у них нет коробки, которая вкручивается в гипсокартон. Поэтому сейчас я заеду еще в Лоус. Сейчас посмотрим, может у них там что есть. И после этого будем смотреть. Потому что как только я ее беру, едем на заказ. А так нет. Будем отдыхать. И кто бы мог подумать. Все, что осталось, это такие вот лишь коробочки. И больше ничего. Те, которые с такими сушками были, их перестали выпускать. И все. Теперь, как хочешь, так и крутись. Ну, походу, будем крутиться вот с этими коробочками. Только мне поглубже не помешало бы. Немножечко все-таки. Там же розетка будет. Пока ходил, бродил, появился человек, который хочет мне заплатить за то, что я приеду. Посмотрю, что нужно сделать. Скажу цену. И, возможно, уеду. Скорее всего уеду, потому что нужно сделать другой заказ. Но за то, что приеду, сказал, 55 долларов мне минимум дадите. А там посмотрим. Может быть, даже не возьму 55 долларов, просто согласится на цену ремонта. Ну что? Опять не горит, не мрыгает, да? Нифига не зажег. 55 долларов попросил. Что-то странная цена, да? И все. Уехал домой, грубо говоря. К следующему клиенту я поехал, а не домой. Так уж получилось, что у него была такая беда. Как, если помнить, в зимнее время я там к одному дедуле ездил. Я ему и Gas Control Valve менял, и Thermo Pile менял. Я говорю, человек, ну слушай, я не могу сказать, что точно у тебя. Говорю, у тебя лампочка не моргает. Значит, надо менять Gas Control Valve. Либо нижнюю часть. Говорю, степ-бай-степ. Говорю, точно тебе ничего не скажу. А Water Heater, прикол у него, новый. Его поставили в этом году, представляете? Я говорю, давай звони по гарантийному этому обслуживанию. И попробуй себе выбить это бесплатно. Но беда в том, что он не Original Owner. То есть он не является человеком, который купил этот Water Heater и установил. То есть предыдущие хозяева поменяли перед продажей дома Water Heater и все. И они являются Original Owner. Прикол в том, что они, получается, что если они не зарегистрировали, то вся эта гарантия плюс-минус идет к коту под хвост. И этот человек будет просто звонить мне обратно и говорить, что Вова, давай за бабосыка починим. Ну а пока просто едем. Кстати, к следующему клиенту я не могу ехать, потому что у меня нет еще одних запчастей. Мне должны прийти золотые ножки, которые мне нужно будет приделать к столику. К кофейному столику. Чтобы вы понимали, я сидел дома, ждал эти материалы. Ножки, блин, для кофе-стола. И вон было написано в пяти остановках от себя. И он уже здесь 40 минут ездит и выдает эту посылку. Я сейчас его только сейчас, думаю, поеду выловить. Он в две остановки от меня. И он едет в совершенно другую часть опорта комплекса. Сейчас я его там приостановлю, заберу свою посылку и помчу, наверное. Но придется, наверное, еще одному клиенту помочь сначала. И, оказывается, это второй день как человек на работе. Поэтому он говорит, я не знаю, как что тут делать, извини, проблема на проблеме. Но, блин, это же уже не моя проблема. Все, бегом вперед. Сейчас надо людям сделать... Позвонили, попросили повесить, установить телевизор на стену и собрать дрессор. Помчали. Помчали. если бы вы знали что сейчас был заповесить телевизор я обычно беру 150 долларов стандартная цена либо иногда меньше если больше телевизор итоге они хотели чтобы еще собрал их комодик маленький я говорю ну вы же понимаете что комодик еще 70 долларов сверху и они почему-то подумали что я сказал за телевизор всего лишь 50 долларов за 50 долларов слова даже иногда не заводит но пришел он говорит подожди секундочку с мой парень приходит парень парень такой работяга я гарантирую свою работу это во-первых а во-вторых можешь позвонить безбай безбай устанавливать телевизор за 180 долларов минимум он говорит ну я понимаю но я могу позвонить любому реднеку реднек это колхозник по местному грубо говоря и он мне это сделать за 10 долларов я говорю ну понимаю на следующий день у тебя упадет телевизор или развалится полка ты звонишь реднеку а реднек говорит его извини ты все всего лишь 10 долларов дал ты не вообще вообще трубку не подымет и пошло и поехал я гарантирую свою работу у меня есть страховка пошло и поехало после чего его девушка нормально доказано говорит это моя проблема я неправильно понял до 150 сюда все а это всего лишь за телевизор хотя я больше уверен что я очень чисто изъяснялся то что мой английский не настолько плохой чтобы меня недостаточно хорошо понять и в итоге мне сказали знаешь что давай мы за телевизор здесь не заплатим 150 долларов и езжай дружище а если надо будет твоя помощь мы тебе позвоним чтобы ты собрал кому-то ну и хорошо я в принципе на это был и согласен объясненько поставил телевизор за минут 20-30 теперь можно отправляться на следующий заказ знаете прикол я думал что я забрал ножки а это оказывается пришли провода питания для тех колонок которые жат в гараже которые нам нужно от которых нужно избавиться вот и походу мне придется вернуться домой чтобы забрать те ножки мне даже еще до сих пор изучение пришло что они доставлены хотя парень был в двух остановках меня это вообще капец смотрите написано драйверу водителю того автомобиля пришлось сделать еще пару доставок до того как он доедет до вашей остановки то есть он уже должен было было бы вручить мне вторую посылку после эту посылку дашь отдавал я не посмотрел на имя это надо было посылку дашь отдать они мне там даже на имя а мою посылочку он оставил себя в машине еще прикол в том что сейчас может подумать что блин я же человек уже в руки отдавал и возьмет ты просто отметь что доставлена она то нет ладно едем забирать ну и вот они родимые самый прикол что уже поздно позвонил клиент не дома поэтому сегодня будем считать что от работал сейчас прекрасный повод 6 40 утра разгрузить автомобиль и съездить на тойоту поменять масло почему буду разгружать снова либо что никогда не знаешь может потянут что-нибудь может не потянут вы еды вообще просто прибраться не помешает как тяжело вставать на сервис всем утра я не буду прям все все вынимать так с больша 3-4 коробочки может 5 и все и поехали зато сейчас как приятно когда так много места в машине а потом как у нее масло опять уборочка и в работу это представьте то я на 715 записался тут были опоймуты еще и на пораньше это сколько надо встать чтобы начать экрану работать и даже не представляется так вот я нечаянно нажал вон уже очередь из автомобиля ну наверное сюда осталось только найти кто нам поможет сказали полтора часика у вас не поменяют ну ладно когда подождем здесь домой не поедем посмотрим что тут угощается раньше хотя бы кофе можно было сделать сейчас все вода и больше ничего сейчас кстати жесткая недостача автомобилей если вы помните когда я покупал таковка была полностью забита сейчас она полностью пустует у них недостача даже они рады бушные тачки покупать потому что нечем радовать клиентов все раз купили а новое не прислали такие сейчас ситуации здесь как раз не проснулся нифига сказали полтора часа за полчасика справились молодцы если бы мне нужно было платить по небыто сделали за там 62 доллара за массы это полно и 20 долларов короче в сумме было бы 88 71 это ужас какие пустые парковки ну как всегда машину помыли снаружи сэкономили мне еще грубо говоря 6 долларов теперь я приеду домой еще часочек дреману просто на кресле было неудобно в комнате ожидания и поедем боя на самом деле посмотришься что клиенты напишут по на 8 часов них вот не хотел работать они просили в районе 10 я увидим ну что и снова в пути снова вешать телевизор сегодня телевизор будет не сильно тяжелый и заплатить без каких-либо вопросов снова тот момент когда парнин комплекс войти без людей нельзя и придется ждать из телека мне всегда нужно вешать просто полочкой на теле пускай стоит на комочке не то чтобы с темною не договориться просто говоришь пока что нету бракет и только чтобы повесить полку нужно мусор выбросить хотя смотрите на обратном пути я думаю хотя бы вот эту тумбочку я подберу долларов 120 наверно если починить на я починить можно она идет вниз круто беру два сейфа и работа окончена лови заплатили 120 долларов и дали кучу мусоров по собой но это мы на мусор убрасывать не будем это счет загружу страх страхи запарковал не очень красиво надеюсь что мне к этому моменту страх не выдающий а это мы потом мы либо даже попробуем загнать 120 долларов плюс все что можно будет работать над этим выбросить всегда можно заработать на выбросе не всегда отвечу следов про вдоль апартамент комплекса и как вы думаете какой запах преобладает субботу в апартаментах запах того что кто-то курит травку курение и к вашему здоровью и не только вашему но здесь это никого не волнует как-нибудь зависит как запарковался там фаерлайн красной линии если видели где пропасть нельзя но я на 5 секунд чем поэтому сейчас быстренько загружусь и валюте и кстати на мусор тоже заехал забрал эту штуку сейф решил не брать следующий заказ еще пока что не подтвержден не подтвержден тем не менее надо было заехать домой разгрузить все что барахло все то барахло которое у меня здесь лежит а еще смотрите какой прикол заезжаешь такой к себе во двор ели шла ну ландашки нету печально работает молодец малышка зарабатывает вместо свободно и вот она стоит работает барбекюшница а там знать чё когда там у нас лежат и готовится бой как красиво готовится ребрышки дело в том что сегодня у его роднюха будем вечером все не тусить и он попросил вместе с ребрышки а мне другу не тяжело попросил сделал единственно что я там пытаюсь это щемить между заказом что я успел на заказ съездить и чтобы перевернуть но ничего там тяжело нет все сейчас на обед пишу клиенту если подтвердит поедем работать а тут опа опа опачки затрещали черт узнает что смотрите взяли и покрасили на пол ничего чтобы красиво смотрелось либо пятна выводили и я не представляю как я повесил автотелек но благо висит держится теперь у меня следующая задача прицепить ножки по заводу он должен был сразу на пол но слишком низко оказался эти ножки не пришли вчера чем вот так вот со всех сторон пресерли будет красиво смотрите даже в цвет попало почти чуть-чуть отличается и пока сверлить не буду клиентка скала подымается сейчас посмотрите подумает а нам нужно эту розетку кинуть вверх на этот телевизор который тоже благодаря мне висит аккуратненько отъезжаем и взяли пластмах конечно я думаю что у него есть сложно ухватить здесь тоже можно поворачивается ну че провода вот здесь продуктом осталось все подсоединить закрепить и подключить понты ну что проверочка доставляем 120 коррект все правильно можно подключать телевизор и все что осталось повесить это вот это вот полочек я уже сюда знаменитого хрюк сейчас особенно вымерил и вешаешь вполне так нормально мне уже через 15 минут на снимать мясо но если она чуть чуть больше повод не думаю что ничего страшного она сейчас там париться прикольная пробка подарка за африке ну и все заказ подошел концу выходные подошли к началу суббота за этот заказ делом ну ни много ни мало и что 300 долларов самое главное что мне нравится что я целый день гоняет туда-сюда и даже не чутка не переживаю что что-то отсюда пропало и мясо не барбекюшница никогда не пропали все на месте сейчас она вашу там все было еще готово но правда до готовности еще целый час ну что давайте посмотрим все все закончилось все у нас тут готова мы вскрываем и вот они ребрышки прекрасные красивые и их можно снимать надо давать мне доводится первым провод так я по достаточно вкусным можно было конечно чуть помягче но я думаю пойдет это их пытался разрезать нифига не получилось видите все прям вываливается с кости это прям идеальное состояние поэтому я думаю что ребрышки получились ладно стол столом пойду любимую супругу окону водичку не глубоко поэтому не знаю она теплая тут не надо заходить парное молочко да баша не порти воду не порти воду ладно алисё было как будто бассейн бассейном алисё скоро официально алисё 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 Рома, сделай все красиво, Рома! Рома, сделай все красиво! Рома, сделай все красиво! Что, игра не подходила? Да, вот это шептует, на веревке подвешиваешь там, а загадала Марина. То есть, Валик, что-то дома, у него какие-то странные... Странные... Странные вещи! Самогон в банке! Класс! Класс! Ямы! Слова, скважина! Класс! Яма! Слевная яма! Соковище! Класс! Бутылка! Родник! Класс! Ну, родник! Я говорила же! Еще раз, давай еще раз, покажи! А я его знаю! Слова, да! Да! Продолжай то, что ты думаешь! Так я ваша неважина! Да! Шлифую, ты боксистка! Первый угодник! Стол прямый угодник, нет, нет, далеко от первого угодника, хорошо! Компания и стол есть! А ну давай, зажги! У меня уже должно быть долго! Ромчик! Слушай я смотрю от первого! Ромчик монтажер! Давай сделай что-то красиво! Значит так! Эээээээе! На столе квадратная доска Оооо! Оооо, красавчик! Квадрат, так..Доска.. Дорезочная Колбаса На доске что-то размечено Хорошо, доска Размеченная доска Покер Рулетка Мы сидим гадаю Гадаю? Очень близко А кто загадывал слово? Даша, ты загадывал? Слово очень интересно Давай Я знаю Это доска на которой Фильм Тухи вызывают Я не знаю Доска Уиджи Уиджи Но это не то Джанго Джанго из фильма Я почти угадал Джоминго Джанго Сейчас я вспомню Зумбо Джамбо Джинго Это фильм такой есть Есть Джуманджи Да Именивый красавчик Ромчик я почти угадал Сделал сделать здесь что-то красиво такое Ромчик Это видео будет внутри И вот так вот В 3.30 ночи Семья Бирюковых Возвращается домой Дашуля хочет спать Ну я как бы тоже Был бы не против Но сейчас загрузим видосик Чтобы вам было что-нибудь посмотреть И увидимся с вами уже В следующем выпуске Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok